Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очередной этап нашего демотура, и мы прибыли в Волгоградскую область, в КФХ Мелехова Григория Александровича. Мы преодолели 900-километровый марш-бросок из Краснодарского края, попали в дождь, но на завтра обещают солнечную погоду, и поэтому сегодня мы будем готовить машину, а завтра выйдем на поля. В этом выпуске мы, как обычно, познакомимся с владельцем КФХ, с его сыном, с его правой рукой, и поговорим об эргономике нашей кабины. Наш дилер Волгоградской области и сам Григорий Александрович пригласили на завтра очень много гостей. Приедут люди с нескольких регионов и будут оценивать работу машины в поле. Основано было хозяйство 25 февраля 1998 года. Начинали 45 гектар заброшенной земли. На данный момент у нас три хозяйства, 13 тысячи гектар земли. Нашему хозяйству 20 с лишним лет. На протяжении этого всего времени хозяйство наше стало состоять из трех маленьких хозяйств, в одном, в котором я являюсь директором. У нас расположение территории занимает в двух районах. Это Алексеевский и Навальнский район. В среднем в каждом хозяйстве по 3 тысячи земли. Мы занимаемся, выращиваем азимы, пшеницы, подсолнечники, кукупорузы. Есть свой маслозавод «Мини», который делаем из своего же сырья, продукцию, и также ее продаем. Средняя выраженность, значит, по трем хозяйствам где-то в районе 45 сантиметров с гектара. Это чистого зерна, которое уже пройдено через Мехтон. На данный этап у нас имеется в хозяйстве 10 машин уборочной техники. Перспективы есть на расширении. А тракторов, автомобилей достаточно. Техника у нас разных производителей. Есть и импортная, есть и, как говорится, наша. В основном импортная, конечно. Что касается, у нас классическая обработка почвы мы пашем. И сколько будем пахать, неизвестно. Может быть, еще столько же. Может быть, и в два раза больше. По поводу, значит, элеватора. Элеватор были, это было построено в 2015 году. Четыре цилиндра, объемом которые входят, 3000 тонн зерна сухого. Также построена сушилка. Все это связано. Будем говорить, идем потихонечку вновь со временем. Штат составляет из 100 человек, даже 100+. Средний возраст по штату где-то 40-45 лет. Есть, которые постарше, есть, которые помладше. Но в среднем все-таки от 40 до 45. Чтобы к нам на работу попасть, в очередь становятся люди. Даже других регионов звонят, просят. Поэтому проблем с кадром вообще нет. Данный комбайн мне понравился. То, что когда изначально был разовор, что к нам приедет комбайн, он двухроторный. Ну, размеры мы только могли его представлять. Когда пришел, то есть, компактный, будем так его называть. Когда я вчера в него сел, да, тут уже как бы все сделано полностью для человека. Объемная кабина. Очень хороший обзор кабины. Несмотря на то, что 10,5 метров жадка, это немаленькая, да, будем называть. Тихо, что тоже немаловажно. Никакого не гула, ничего. То есть, как в иномарке в машине, да, сидишь. Ну, и климат-контроль, что тоже немаловажно. Очень все продуманное, ничего лишнего. Вот. И даже как-то и холодильник, и охлаждаемый ящик, как бы, это тоже немаловажно. Тем более, у нас в основном-то идут в теплую погоду. Мне очень понравилось. Сегодняшний разговор пойдет о кабине. Начнем мы, наверное, его давайте с рулевой колонки. Рулевая колонка настраивается в трех положениях. Кожаный руль, переключатель поворотников и звуковой сигнал. Также есть кнопка быстрого останова машины. Далее, если мы обратим свое внимание вправо, в верхней части у нас находится пульт управления света. Есть режим дорога, есть полевой режим. На каждую из кнопок мы можем настроить определенное количество фар для нашего удобства и маячки. Далее, система климат-контроля. И есть место для установки магнитола. Следующим блоком идет управление зеркалами, подогрев зеркал, а также управление дворником кабины. Зеркала настраиваются из кабины, поэтому это очень удобно. Далее спускаемся вниз и наш подлокотник управления. Подлокотник управления состоит из джойстика, непосредственно самого пульта управления оператора и монитора. На подлокотнике управления оператора мы видим абсолютно все настройки машины. Всю машину можно настроить из кабины. Здесь идет у нас включение роторов, включение жатки, управление реверсом жатки, управление оборотами двигателя. Есть три кнопки, это высота настройки стерни. Далее, небольшой блок управления полово-разбрасывателем. Режим поля дорога. Управление ножами для рапса. Автоматическое включение мотовила. Навигация. Закрытие-открытие бункера. И самая главная кнопка, это включение системы интеллисенс. Также кнопки включения полово-разбрасывателя и кнопка полного привода машины. Кнопка включения-выключения парковочного тормоза. А также тумблер переключения передач. Первая, нейтраль и вторая передача. Далее идут у нас органы управления. Первый. Скорость у транспортера. Скорость роторов. Зазор на подбарабанях. Далее. Тумблер изменения угла лопаток на роторе. Скорость ветров. Управление предрешетом, верхним решетом, нижним решетом. Управление градусом наклона наклонной камеры. А также управление скоростью полово-разбрасывателя. Далее. Джойстик. Джойстик имеет с задней стороны кнопку сцепления. Без этой кнопки машину невозможно тронуть с места. Так же, как у автомобиля. Нажал кнопку, тронулся. Далее отпустил кнопку, поехал. Это так называемая защита от непредвиденных случаев. Когда механизатор или оператор машины поставил ручку вперед и она покатилась. На джойстике управления у нас находится управление основными функциями комбайна в работе. Это управление сжаткой, управление мотовилом, разгрузка, скорость мотовила. Также управление высотой среза и система навигации и круиз-контроль. Самое главное. Кнопка мгновенной остановки комбайна в непредвиденной ситуации. Сидение. Сидение оператора имеет активную подвеску. Имеет высокую спинку с боковой поддержкой, что очень удобно при езде. Подлокотник. И так же может настраиваться в разных плоскостях, в том числе по высоте. И настраиваться под определенный вес оператора машины. В кабине есть динамики для магнитолы. Очень много полочек. Полочки очень нужны, потому что механизатор с собой возит инструкции по эксплуатации. Еду берет с собой. Какие-то свои вещи личные. Очень удобно расположены ящики. Один, второй. Все закрываются. То есть все будет изолировано. Штурманское сидение может легко превратиться в стол для обеда, а так же имеет холодильник. В верхней части кабины над штурманским сидением у нас находится охлаждаемый ящик, в котором очень классно хранить воду. В кабине очень большое панорамное остекление. Так же кабина скошена вниз в передней части для того, чтобы оператору было удобно видеть жадку и наклонную камеру. А так же пол имеет подогрев. В этом выпуске мы пообщались с собственником предприятия. Рассказали вам про часть комбайна. А теперь давайте проедем в поле и покажем нашу машину в работе. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья, подошел к концу очередной выпуск нашего агромарафона. Мы побывали в краю, где живут казаки, побывали в городе Новоаннский. И мы закончили нашу уборку. Хотели бы поделиться с вами результатами. За день уборки нам удалось убрать 37 гектар пшеницы с урожайностью 63 центера с гектара. У нас присутствовало очень много гостей. Каждый из них, кто желал, тот поездил на машине, оценил ее. И Григорий Александрович сам поездил. Посадил нам своего самого выдающегося механизатора, так сказать, оценщика машины. Он дал нам свое заключение. Ну и, конечно, хотелось бы, Григорий Александрович, чтобы вы, Григорий, выразили свое мнение. Как вам вообще аппарат? Попробовав New Holland. Достойная машина. Хорошего качества. Лучше пока еще я не видел. Спасибо вам большое за такой ответ. Для нас очень важно и показательно, что именно вы оценили наш комбайн таким образом. А теперь я хочу передать слово своему коллеге, менеджеру по маркетингу Алексею Гущину. Спасибо, Сергей. От компании CNH мы хотели поблагодарить Григория Александровича за предоставленное поле. За то, что он дал нам возможность показать наш комбайн в действии, показать все его преимущества. И подарить от компании скромный подарок. Спасибо. А также, по традиции, мы передаем подарок из предыдущего хозяйства. Вам мед. Спасибо. И подарок. Спасибо вам большое, что приняли нас. Спасибо. Ну и до скорых встреч в Воронежской области.